На прошлом росте биткоина инвесторы, которые вкладывались в этот актив, действительно заработали очень хорошие деньги. Но почему-то мало кто упоминает про альткоины. Альткоины это вся другая криптовалюта помимо биткоина. И сравнивая те же самые вложения в сильные альткоины, они дали намного выше рост, чем тот же самый биткоин. И давайте, к примеру, мы возьмем предыдущий бычий цикл с середины лета до середины осени. И тогда биткоин дал нам рост 140%. А возьмем, к примеру, ту же самую Солану, которая выросла на 1261%. И для наглядного примера, если бы мы инвестировали 10 тысяч долларов в биткоин и 10 тысяч долларов в Солану, то мы бы заработали на биткоине 14 тысяч долларов, а на Солане мы бы заработали 120 тысяч 600 долларов. И тут выбор вроде как очевиден. Но многие забывают, что альткоины это высокорисковые активы даже по сравнению с биткоином. Их также накачивает огромная капитализация, то есть вкачивают туда деньги и сдувают. К примеру, та самая Тералуна, которая очень сильно скатилась и, в общем, там потеряла огромное количество людей. И в этом видео я хочу рассказать вам о трех альткоинах, в которых я вижу огромный потенциал дальнейшего роста. Также в этом видео я хочу вам донести еще одну очень важную мысль. Это не просто следовать рекомендациям какого-то блогера, который вам говорит покупай, докупай, закупай, усредняй и тому прочее, какой-то актив. А делать собственный анализ и научиться выбирать самостоятельно тот или иной актив, в который вы планируете инвестировать свои деньги. Начнем с того, что прежде чем купить тот или иной альткоин, я рекомендую обратить на 5 очень важных факторов. То есть провести небольшой анализ. И первое это команда, то есть очень важно, какая команда стоит за тем или иным проектом, какой бэкграунд есть у разработчиков и что из себя они представляют. Во-вторых, я рекомендую обращать свое внимание на инвесторов, которые инвестировали на ранней стадии в тот или иной проект. Ведь инвесторы, они очень тщательно отбирают подобные проекты, прежде чем туда инвестировать. И к примеру, есть несколько фондов, которые себя очень хорошо зарекомендовали при выборе того или иного проекта. Например, это Sequoia Capital, Anderson Horowitz, Alameda Research, Pantera Capital. Но и в целом есть очень много других фондов, которые вы в целом самостоятельно можете сами поанализировать и посмотреть, куда они вкладывались. Если те проекты, куда они вкладываются, очень успешны, то соответственно за этим фондом можно следить, можно наблюдать и рассматривать те проекты, куда они заходят. Далее я рекомендую обращать внимание на капитализацию. Капитализация это значит, сколько денег вложено было в этот проект. И чем капитализация выше, тем доверие людей больше к тому или иному проекту. Далее нужно понимать, какой объем монет находится в рынке. Бывает так, что в рынке находится неполный объем монет и происходят некие разлоки. То есть потихоньку отдается какое-то определенное количество монет ранним инвесторам, команде. И последнее, на что я рекомендую обратить свое внимание, это какое применение есть у проекта. Какая технология за ним стоит. Какую глобальную задачу решает тот или иной проект. И это очень важно. Итак, мы не будем затягивать и приступим к самим монетам. Ну а перед тем, как мы начнем разбор монет, я буквально вкратце расскажу вам о своем телеграм-канале, в котором я выкладываю различные способы заработка. Я показываю, как можно зарабатывать с вложениями, так и без. Делаю подкасты на различные крипто темы. Ну и также делаю небольшие розыгрыши. Ссылка на телеграм находится в описании под этим видео. Переходи и подписывайся. И первая монета, на которую я рекомендую обратить свое внимание, это AVAX от проекта Avalanche. Для анализа этого проекта нам понадобится два сервиса. Первый это CoinMarketCap. Второй это CryptoRank. Ссылки на эти сервисы я оставлю в описании под этим видео. И начнем с команды. Кто же создал проект Avalanche? Открываем команду. Это все находится в общем доступе. И мы видим, что над проектом Avalanche работали три человека. Это доктор Эрмин Гуд, который в 2020 году получил степень доктора компьютерных наук. А с 2021 года является профессором Корнельского университета. Далее у нас идет Кевин Сикники. Его предыдущая должность была в Microsoft в качестве инженера-исследователя. И также в 2020 году он получил степень доктора компьютерных наук. Если подвести итог, то у этих создателей нет какого-то большого бэкграунда в сфере криптовалют. Но они являются учеными в сфере компьютерных наук. Едем дальше. Дальше мы рассмотрим инвесторов, которые инвестировали в проект Avalanche. Для этого мы в Крипторанге заходим на Token Sale. Опускаемся ниже и видим фонды инвесторы. В самом начале я уже перечислял те фонды, на которые я рекомендую обратить свое внимание. Это Polychain Capital. Далее Андерсон Хоровиц и другие. Например, заходим на Андерсон Хоровиц. Нажимаем его и мы видим в какие проекты этот фонд инвестировал. И это довольно не слабые проекты. Некоторые из них сделали огромное количество иксов и набрали очень большую капитализацию. Едем дальше. Мы видим, что у этого проекта есть хорошие фонды. Это конечно же огромный плюс. Теперь мы перейдем на CoinMarketCap и посмотрим капитализацию этого проекта. Тут вверху мы видим, что рейтинг Avalanche номер 16. Соответственно он находится в топ-20 лучших криптовалют. И это конечно хороший показатель того, что у проекта есть определенная база и технология. Мы смотрим на рыночную капитализацию и видим, что она 5,5 миллиардов. Это в целом неплохая капитализация для такого проекта. Далее мы видим циркулирующее предложение. Это значит, сколько монет находится в рынке в данный момент. И видим, что в данный момент находится в рынке 41%. А максимальное количество монет может быть 720 миллионов. И важно понимать, когда в циркуляции находится неполный объем монет, то могут быть существенные просадки. И определенное давление со стороны тех, кто будет потом свои разлоченные монеты продавать. Ну то есть те, кто будут получать в дальнейшем свои монеты, могут их сразу сливать по рынку и соответственно дампить цену. То есть опускать ее ниже. Посмотрим, как это будет по факту. Но в целом проект очень-очень даже неплохо выглядит. Также монета VAX уже торгуется на самых крупных криптовалютных бирж. Таких как Binance, Coinbase, KuCoin, FTX и другие. И теперь перейдем, пожалуй, к самому важному. Какое же практическое применение есть у VAX и чем этот проект может быть так полезен? Приходим на сайт и видим, что VAX это некая платформа, с помощью которой можно легко создать мощные, надежные и безопасные приложения. Это очень важно. То есть это некая экосистема, на которой можно создать различные приложения в сфере DeFi, то есть детализованных финансов, и также в сфере NFT. И если все вышесказанное максимально упростить, то это некая платформа для разработчиков, с помощью которой вы можете создать какой-то либо проект. Мы видим, что этих проектов в целом в экосистеме огромное количество, и поэтому эта платформа так популярна. Следующая монета называется DOT от проекта Polkadot. Один из основателей Polkadot это Gavin Wood. Ранее он был основателем Ethereum и занимал должность технического директора. Это, конечно же, нам должно о чем-то говорить, потому что Ethereum это вторая криптовалюта в мире по капитализации. Далее мы видим Питер Чабан и Роберт Хабермеер. Это люди с определенным бэкграундом, не будем на них долго останавливаться. Нам хватит одного Gavin Wood. Далее мы переходим к тем, кто инвестировал в данный проект, то есть к инвесторам. Мы переходим на крипторанг и нажимаем эту вкладку. Тут мы видим Pantera Capital, Polychain Capital и много-много других фондов. Конечно же это хороший показатель того, что проект является надежным. Переходим к капитализации и циркулирующему объему. Мы видим, что капитализация практически 8 миллиардов долларов. Это огромная капитализация. Находится Polkadot на 11 месте по версии CoinMarketCap. Далее мы видим, что в циркулирующем предложении находятся все монеты. И максимальной эмиссии тут нет. То есть, грубо говоря, монеты могут чеканиться бесконечно, исходя из определенных алгоритмов. Это, конечно, не очень хорошо. Но опять же мы вспоминаем одну из самых сильных криптовалют в мире. Это Ethereum и там также нет максимальной эмиссии. Заходим на Ethereum и видим, что максимальной эмиссии тут нет. То есть, в целом они взяли что похожее у Ethereum. И теперь мы переходим к самой технологии этого проекта. Какую ценность он несет? Мы видим, что Polkadot объединяет и защищает растущую экосистему специализированных блокчейнов. Это огромная экосистема, на которой также можно строить свои проекты. Тут есть Parachain, также есть Cross-цепочки. Parachain – это передовые блокчейны следующего поколения, которые выходят за рамки ограничений устроевших сетей. То есть, они тут разработали свою интересную технологию и продвигают ее в массы. А Cross-цепочки – это безопасное объединение сетей. Немного сложно, но это блокчейн и есть определенные вещи, которые трудно назвать простым языком. В целом технология очень хорошая и поэтому мы видим такую большую капитализацию. И третий Alcoin называется Atom от проекта Cosmos. О команде есть не так много информации, но мы знаем, что основатель – это Jack Won. Он специалист в области архитектуры и программного обеспечения. Также Jack Won создал протокол под названием Terdemint, который до сих пор остается основным участником сети Cosmos. Едем дальше. И теперь мы зашли на CryptoRank для того, чтобы посмотреть партнеров и инвесторов в Cosmos. Нажимаем сюда и видим в списках Panther Capital и Polychain Capital. Теперь мы заходим на CoinMarketCap для того, чтобы посмотреть рыночную капитализацию. И видим, она составляет более чем 3,5 миллиарда долларов. Монета находится на 22 рейтинге. Это некая темная лошадка, которая может выбиться вполне спокойно вперед. Далее мы видим, что в циркулирующем предложении находятся все монеты. То есть все монеты находятся в обращении. Но так как проект уже сам по себе старенький, это не какой-то новый проект, то понятно, что все монеты будут находиться уже в рынке. Монета Atom торгуется на самых топовых известных биржах. И теперь давайте перейдем на сам сайт и посмотрим, какую же ценность имеет сам Atom и в чем заключается его технология. Atom это постоянно расширяющаяся экосистема взаимосвязанных приложений. То есть это тоже некая экосистема, на которой строятся приложения. Тут есть очень много разных проектов. Для этого необходимо нажать «Узнать» и зайти в экосистему. И теперь мы смотрим, какие же приложения построены на базе Atom. И видим, что их действительно огромное количество. И конечно же это огромный плюс, когда на проекте строится много-много разных приложений и сервисов. Вся информация из этого видео находится полностью в открытом и самое главное бесплатном доступе. И вы так можете изучить любой проект. Сойти в интернет, вбить данные и там далее уже исходя из определенного бэкграунда того или иного проекта, вы просто можете в него потихоньку начать инвестировать. Но теперь появляется интересный вопрос. А стоит ли прямо сейчас заходить в тот или иной проект? Ведь непонятна точка входа. И я специально не называю точку входа, потому что это все очень индивидуально. В целом монеты просеяли на 80% и ниже. Конечно, сейчас где смысл присмотреться к ним? Но мы не знаем, куда пойдет рынок. Я не знаю, какой портфель у вас, как вы соблюдаете риск менеджмент. Потому что у меня более 20 монет в моем портфеле. И я всегда вставляю сныблкоины. Я всегда вкладываю в сильные монеты. Также вкладываю в биткоин свои деньги. Соответственно, это все очень индивидуально. Но если рассматривать точку входа именно в данный момент, в эти активы, то она в целом выглядит очень привлекательно. Потому что эти активы, они просели, скажем так, очень неплохо. Но они могут просесть еще ниже. И в этом видео я специально не даю каких-то финансовых результатов. Я рассказываю о своих действиях больше в своем канале. То, как это делаю я. То, как это делать вам, вам нужно самостоятельно принимать решение. Ставь лайк этому видео, если оно было для тебя полезным. И также пиши комментарии, что думаешь по поводу этих монет. Поехали. McConnell подойдет. Поехали.